Искусство театрального танца Зрители любовались классическим балетом в неординарной обстановке. Всеми любимые красавицы Ангара, Щелкунчик и Шахерезада в заходящих лучах солнца играли новыми красками. Это впечатление поразило не только гостей фестиваля, но и самих артистов. Сегодня вообще какой-то уникальный день, потому что вот этого, я не знаю, когда еще это повторится. Конечно, хотелось бы, чтобы это была история такая повторяющаяся с каждым годом. Будет круто. Ну, сложности есть немного в плане профессиональном для нас, но я думаю, это очень красиво будет. Особенно сейчас, если солнце будет садиться, у нас руководство так подгадало, что закат поймать. Я благодарна безумно Пашу Куневу за организацию этого фестиваля. Мы уже приезжали и не в раз, и не два. Я так счастлива, что у нас наконец-то байкальский фестиваль произошел на Байкале, на берегу Байкала. Об этом только можно было мечтать. Просто безумие, буря, эмоции, счастья, восторга. Чтобы это никогда не заканчивалось хочется. Мы уже не первый год посещаем фестиваль байкальский. И вот впервые, вот так именно, что на фоне Байкала, очень завораживающе. Даже во время репетиции у нас мурашки по телу были от такой красоты. Вообще просто здорово. Замечательная идея. Очень красиво на фоне Байкала посмотреть балет, классический балет. Это просто незабываемо. Я думаю, такой пропустить вообще не стоило бы. Задумка опен-эйра – привлечь внимание людей к проблемам экологии Байкала и всего региона в целом. Главным партнером выступила крупнейшая компания по производству алюминия и электроэнергии «Н-Плюс Групп». Территория заботы нашей компании – это Байкал. Более 20 лет мы и своим коллективом, и своими проектами участвуем в сохранении озера Байкал. И вот эта идея, о которой рассказали организаторы этого фестиваля, она нас очень тронула. И мы не могли не поучаствовать в качестве партнеров. Сам фестиваль проходит уже в пятый раз, но на берегу Байкала впервые. В планах у организаторов сделать это красивой традицией. Конечно, мы эту историю хотим здесь оставить, чтобы всегда это было на берегу Байкала. Конечно, сейчас нужно подумать о возможности переноса сроков, потому что все равно погода не совсем позволяет, но и при этом народ есть, и это людям нравится. Мероприятие такого формата, open air, конечно же, зависит очень сильно от погоды. Но сегодня вроде все складывается. Вчера был невероятный закат. Я думаю, сегодня нам природу подарит такой же. И это будет красивая картинка, которая запомнится людям на всю жизнь. Эдуард Жамсаранов, Булат Зандаков. Программа «Вместе. Мир. Байкал». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...